Здравствуйте, Александр Григорьевич! У нас несколько тысяч беженцев, кто стремится переехать в Беларусь по каким-то причинам. Наверное, больше трех тысяч, которые постоянно переехали и просят здесь остаться. То есть вас это тоже затронуло? Конечно, очень серьезно затронуло. Смотрю я на вас, вот вроде бы Лукашенко сидит, последний диктатор Европы, а какой-то совсем другой Лукашенко. Ну, если посмотреть на формат, который сейчас собрался у вас, вот днями ЕС, который санкции против вас объявлял. А, вы это имеете в виду, я уже испугался, думаю, неужели я так постарел? Нет, нет, нет. ЕС приехал, который санкции все норовил против Беларуси объявить. То есть россияне, украинцы, все собрались на минской площадке. Как вам удалось вот так вот резко трансформировать сейчас роль и место Беларуси в мировой политике? Противный, очень правильный, но очень противный для меня вопрос. Это больше обыгрывается у вас в России, некоторыми умными, в кавычках, и у нас с оппозиционными средствами массовой информации. Где Лукашенко получил какие-то от этого дивиденды, он на мировую арену вышел и прочее. Вот это меня бесит и это меня угнетает даже, если хотите. Я не рвался и не рвусь ни на какую арену. Мне достаточно того, что есть сегодня, я вам это говорю искренне. Но в регионе произошел конфликт. Даже не в регионе, это неправильно сказано. В нашей части света. У нас дома. Мы люди одного дома, мы славяне, мы вчера жили в одном доме и порой в одной квартире. Особенно для Беларуси. Украина для Беларуси больше, чем Украина для России. Россия колоссальная, огромная. Там всяких народов хватает и большие группы там живут народом. А Украина вот она у порога. Это наша Украина. Тем более, я не скрываю, Виктор Ющенко корни мои нашел между Черниговым и Кимп. Поэтому и для меня это очень важно. Ну и жизнь моя так сложилась, что я служил в войсках. Это Киевский военный округ. Поэтому для меня это очень важно. И я очень плотно работал потом с людьми, когда уже в народном хозяйстве работал. У меня очень много было людей с западной Украины. Я очень хорошо знаю Украину и украинцев. Если вы меньше знаете, то я вам должен сказать, нет в народе этого деления западные и восточные. Вот так агрессивного деления. Да, есть на западе люди живут. У нас в Беларуси живут на западе. И когда-то с западной Украины знаете, где мы были. Есть это. Но в народе нет такого агрессивного деления. Вот лоб в лоб запад и восток. Это тоже влияет на мою позицию по Украине. Да, запад и у нас, и в Украине более националистичен. И я бы даже откровенно сказал, он более ориентирован. Может быть я слишком жестко формулирую это на запад. Они были долго там. Но ориентирован на запад не знаю, что они хотят жить в Польше или же на западе. И там и здесь они хотят жить в своей стране, в своей квартире. Ну а чем мы отличаемся от русских? Вот вы сидите, я сижу. Чем мы отличаемся друг от друга? Да ничем. Спроси у кого-то постороннего, ты русский, а ты белорус. Какая чушь. Как у нас всегда говорилось и говорят сейчас, мы жесткие люди. То есть мы принадлежим вот этому одному славянскому миру. И поэтому в этом мире вспыхнул пожар. И я это болезненно и эмоционально воспринимаю, потому что для меня это, ну, жизни. Это жизнь. И даже моя жизнь. И когда мне начинают говорить о том, что вот какие-то дивиденды, чепуха полная. Нигде. Вот вы просмотрите. Не я. Я посмотрел, нет, у белорусской президента. Я запретил это делать. На этом играть ни в коем случае нельзя. Беда у людей. Я просто сделал то, что хотели все. Порошенко хотел в Минске провести этот саммит. Он в Россию бы не поехал, вы же понимаете. Да? Где в Минске? Нет, это не я кричал, давайте приезжайте в Минск. Да, он попросил. Эта идея была Порошенко, Владимир, без Путина эта встреча здесь бы не состоялась. Но, естественно, центр под Полоцком Европы, географический центр здесь, в Беларуси. Приехали в центр Европы для того, чтобы обсудить очень сложные проблемы, которые у нас возникли. И моя заслуга в том, что Беларусь находится в центре Европы. Ты говоришь, что моя заслуга? Нет. Ну, Господь нас определил здесь. Вот люди приехали в Минск. Поэтому нет моей никакой здесь заслуги и играть на этом. И говорить о том, смотрите, какой я великий, и меня Запад полюбил, беру в кавычки. Запад никогда Лукашенко, наверное, не полюбит. Никогда. Нет, то, что не полюбит, это точно. Но и благосклонным вряд ли будет. А что касается последнего диктатора Европы, так я журналистам часто говорю, радуйтесь. Последний ведь. Понимаете, уже не будет его раз последний. Сталин ушел давно. Но там другие поуходили. А я вот последним ухожу. Вы со мной встречаетесь? Это в вашу историю, в вашу жизнь войдет как отдельная страница. Но вот сейчас европейцы приезжали, не пытались вам заодно какую-нибудь лекцию прочесть старого образца? Нет, ну слушайте. Это встреча, это чисто геополитики. Даже не было намека на это. Сергей Борисович, все они прекрасно понимают. Особенно Эштон. Баронесса же не глупый человек. И наоборот, она мне вот встречаясь здесь, говорит господин президент, вы бы не согласились быть председателем на этой встрече. Я говорю, не называйте это такими словами. Давайте как-нибудь демократично обойдемся. Модератором, я говорю, такого матерного слова у нас не знаю. Ну ладно, вы там, я говорю, хозяин на этой площадке. Я постараюсь демократично все сделать, чтобы никто не заметил даже председательство некоего. Поэтому, поверьте, Сергей Борисович, не было здесь ничего такого, чтобы подняться за счет этого на международной арене. Да это и невозможно, повторяю, было бы, если бы не было согласия Порошенко и Путина, прежде всего, их двоих. Потому что без них, какой здесь саммит мог быть, без их воли, без их желания, что-то здесь сделать на этой минской площадке. Что бы вас обрадовало, как итоги этих переговоров? Вы знаете, меня бы обрадовало, если бы завтра там замолкли пушки. Вот это самое главное. И перестали гибнуть люди. И это в силах этой контактной группы. Они это могут решить. И второе. Вот знаете, самая большая ошибка украинцев, я считаю, что они говорят, слушайте, ну какие экономические вопросы, когда там идет война? Ну давайте так, это не цинично будет выглядеть. Там это на какой-то 20-й или 30-й части Украины идет война. Да, действительно. Это очень больно и важно. Но завтра или с наступлением холодов все почувствуют еще одну беду экономическую. Когда начнут замерзать города и поселки, да в Киеве сегодня проблемы, вот тогда все это почувствуют. И мы неожиданно для себя пришли в своих решениях в Минске о том, что эти вопросы должны стоять, ну конечно, первым война и мир, но следом одновременно должен решаться вопрос по экономике, в связи с договором об ассоциации. У нас есть опасения у таможенного союза, больше у России, естественно. Что будет, когда они ратифицируют это соглашение? Не хлынут ли товары европейские, украинские, дешевые к нам и так далее? Не будет ли украинские товары, вытолкнут ли они к нам эти товары, а заместят европейскими и так далее? Известная тема. Это наши пока опасения, да. Это не происходит пока на самом деле до ратификации. И второй вопрос, вопрос газа. То есть вот эти экономика и мир, они всплыли. Это большой результат. И я уверен, я не вникаю в работу этой контактной группы, да и, наверное, не с руки мне, но насколько меня проинформировали те, кто там работал, и россияне, и украинцы, наметились некие подвижки, ну как их называть, кто как называет, ну представители ДНР и ЛНР, они согласились рассмотреть в конфиденциальном порядке предложение Киева. Впервые. Киевляне, центральная власть, наконец-то услышала то, чего хотят эти люди. Но, вы знаете, если уже откровенно говорится, все банально, вы знаете. Я просто хочу высказать свою точку зрения. Знаете, я слушал и Владимира Владимировича, и Порошенко. Вы говорите, россияне, о федерализации. Те говорят о децентрализации. Я говорю, слушайте, мужики, давайте разберемся, какая здесь разница, а не какой. Поэтому весь вопрос в том, чтобы прекратить бойню, сесть, и юристы пропишут потом, и внесут варианты в Конституцию, как это все назвать. Когда это все образуется, жизнь все расставит на свои места. Вот моя позиция по Украине. И в этом плане я готов делать все, что мне скажут. Тихо, спокойно, без всего. Слушайте, я 20 лет проработал президентом, что мне еще надо? Мне уже надо думать, как там в теплом месте прислониться и спокойно посидеть. Я вам честно говорю, я просто уставший от этого человек. Я ищу где-то угол, чтобы где-то тихонечко сесть и отдохнуть. А у белорусов главное, чтобы было тихо, спокойно. Чтобы мы как с вами и с ними торговали, и обменивались поездками, и чтобы беда эта не перешагнула наш порог. Это и Россию беспокоит, и Украину. Но надо иметь в виду еще, это главное, что создана воронка, огромная воронка. И там вот пошли эти вихревые потоки, которые в эту воронку втягивают Россию и нас. В чьих это интересах? Это дядя Сэм там из-за океана постоянно подталкивает нас к этой бойне. И давайте откровенно, в Украине много политиков, которые четко исполняют этот заказ. Нам надо уйти от этой воронки. Потому что американцы там воевать не будут. Они хотят нашими руками перебить наших людей. А в Украине там наши люди. Даже это молодняк, который, нацгвардии и прочее, ну они же не все отмороженные. Там же люди просто заблудшие. Их идеологически так обрабатывали. Ну и сколько там этих людей? А украинская армия, она что, воевать хочет против русских? Против тех россиян, которые там пошли добровольцами, недобровольцами воевать? Они не хотят этого. И россияне это начали понимать и понимают. И даже если там с Кавказа кто-то воевает, они же прекрасно понимают, что это не чужие люди. Мы разговариваем на одном языке. Что же мы сталкиваем людей здесь? Мы должны, прежде всего политики, стать вот так, на разделительную эту линию и остановить войну. А американцы не просились сюда, в этот формат, который вы проводили? Американцы его одобрили. Но не очень просились. Примечательно, что они не приехали на самом деле. Ну может быть им и не надо было проезжать, потому что их интересы блюдут в Европе соответствующие люди, в том числе Кэтрин Эштон. Я думаю, она не делала ничего против воли Америки. Вы видите, что Европа сейчас, как бы она ни вертелась, ни крутилась, то та же Меркель, Оланд и другие. Но они вынуждены идти в фарватеры политики Соединенных Штатов Америки. Это тоже не секрет. Спасибо, Алексей Григорьевич. Отличная и очень интересная беседа. Спасибо вам.